Новый способ отъема денег у пенсионеров. Доверчивым людям продают то, что они даже не видят. Гастролеры появились в Павловском районе. Два человека ездят по деревням, по словам пострадавших представляются докторами, для солидности на них белые рубашки, и предлагают бабушкам чудо-таблетки, которые избавляют от всех болезней. Стоит такая таблетка, по их словам, 50 тысяч рублей, но вам, как пенсионерке, скидка 14 тысяч. Пока бабушка не успела опомниться, ей буквально заталкивают в рот таблетку, а потом требуют деньги. Они прям, откройте рот, я как дура открыла, он что-то забросил. Эта таблетка стоит 13,999. Вот на что я говорю, вы месячную пенсию мою забрали, на что я буду жить? Он слова ничего не сказал на это. Один сзади подошел и сует-сует что-то. Берите-берите, и стакан воды подает. Пейте-пейте-пейте. Длинненькая таблеточка, я запила. Я 14 лет читала, и 4 тысячи осталось. Вот с этими 4 тысячами живу. Таблетка от всех болезней за 14 тысяч рублей. Мошенники работают по отлаженной давно, наверное, схеме. И таблетку они сразу в рот кладут. Не придешь, потом не покажешь ей, что вот она таблеточка, вот вы ее продали. Молодцы, и дали, и запить дали. Наших пенсионеров очень жалко. И эта вот мразь ходит, обирает их. Родственники обманутых пенсионеров сразу же позвонили в полицию. И к чести Павловского отдела, надо сказать, что те отреагировали молниеносно. Вели план перехват, и обоих граждан задержали. Их доставили в РООД, где заставили вернуть деньги пострадавшим пенсионеркам. Эх, вы, шакалы, безсовестные. Вы не работаете что, ребят? Только бабок обманывайте. Работаю. А где работаешь? Сварщиком ты работаешь? Ты сварщик? Да. Ты криворские таблеточки торгуешь? Ты хуже фашиста. Свинья. Свинья, хуй ты, свинья. Давайте с вами таблетки. Без оскорблений? Да. Я бы без милиции тебе рассказал, кто ты такой. Я бы тоже без милиции рассказал. Нашли кого обманывать. Защитили бабушку. Это все? Больше вы ничего не хотите сказать? А, молодой человек? Что должен сказать? Вы считаете, что это нормально? Извиниться перед ними. За что извиниться? Вы не обманули? Не обманули. То есть это все нормально? Мы ничего не обманули. Дальше Нижегородская область, держись, что ли? Два парня сварщика продают старикам-пенсионерам. Большое спасибо нашей павловской полиции. Деньги вернули обоим старушкам. Слава Богу, спасибо. Что за чудесные таблетки вы такие продавали? За 14 тысяч. Без комментариев. Вам не стыдно было бабушку-то обманывать? Они последнюю пенсию вам отдали. Какое право вы имеете снимать вообще? Я на вас суд поднапросто за то, что вы снимаете меня. Я никого не обману. Вам суд прострошки продают. Вы идете, что ли? Машины, как мы вам продают. Ну и что? Ну и что вы потом что-то говорите? Там что-то обманули вас. Что вам дороже машину продали вам? Почему вы считаете, что вы не обманули? А почему обманули? Можете пояснить, что вы им продали? Что я вам должен что-то пояснять? Почему вы их кормили этими таблетками? Разве это допустимо? Вы меня с кем-то путаете. Мы не путаем. Путаете, как мы путаем? Нет, мы уже точно знаем, что это вы продавали таблетки. Денег не приходил бабушка. Приходили. Вы сейчас деньги им отдавали. За что? Я ей отдавал деньги. Что это за чудесные таблетки, которые стоят 14 тысяч? А тут ввелся сумма на машину, которую продают. Ну а то есть такая медицинская препарата. А что за медицинская препарата? По какой разнице? Вы все равно не понимаете. Так а может быть он вредный? Нет, не вредный. Бабушка ничего не будет, потому что он очень хорошо. Со старушек взяли расписку, то, что претензий к этим двум товарищам из Дзержинска, сварщикам, не имеют. Доказать ничего нельзя. Потому что таблетку положили сразу в рот, дали запить. Что за таблетка? Откуда она? Молодцы. Ребята поехали работать дальше. Ребята поехали в Нижегородскую область. Всем родственникам, всем, у кого есть старые люди. Пенсионеры, ветераны, может быть еще остались. Дай бог. Они едут к вам. Очень важный вопрос. Почему же грамотно и оперативно проведенное задержание не может перерасти в уголовное дело? Внятного ответа на него мы получить не смогли. Здравствуйте, мы с телевидением. Сотрудники полиции очень оперативно сдержали продавцов в таблетах за 14 тысяч. И так же быстро сейчас их отпустили. Хотели бы комментарии получить. По всем вопросам в службу ГУВД обращаются в СМИ. А почему уголовное дело не возбудили? Почему их отпустили? Комментарии не все дают по этим вопросам. Комментируют. Я неуполномочен давать комментарии. Пожилые жительницы приобрели товар добровольно на основании устных рекомендаций продавцов. Сотрудники полиции также установили, что реализованный товар, который купили женщины, имеет истекший срок годности. В настоящее время заявительницам возвращены все денежные средства, потраченные на покупку таблеток. По результатам проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии продавцов состава преступления. Это был весь комментарий, который нам предоставили в пресс-службе. В общем, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, показать еще раз вам этих сварщиков-наварщиков из Дзержинска. Это именно те люди, которые, выдавая себя за врачей, гастролируют по Нижегородской области, суют какую-то таблетку в рот пенсионерам и требуют за это 14 тысяч рублей. Запомните эти лица и покажите их своим пожилым родственникам. Продолжение следует...